Ты лети, ребенок Кто-то ходит за окном и стучится в двери Первая история называется Лесное путешествие Стеллы Стелла гуляла по лесу Ну где Блум? Я ее уже на час жду А ее все нет и нет Тут к ней подкрадывается незаметно Ведьма Айси Ведьма холода и снега Отлично, вот и Стелла Она поведет меня к муле И если не получится ее похитить Я устрою ей ловушку Стелла даже не подозревала Что Айси на ней охотится Ну, видимо, Блум сегодня не придет Посижу на пинке, съем пирожок Хе-хе-хе Не сиди на пинке, принцесса Не жаляри Не ешь пирожок Хе-хе-хе А? Что это такое? Это темный ангел леса Стелла Этот пирожок заколдован И если ты ее съешь То превратится в маленькую Маленькую лягушку А с чего тот пирожок-то при чем? Он заколдован Еще раз говорю И тебе не стоит его есть И ты, ангел леса, откуда ты все знаешь? Хе-хе-хе Стелла и правда подумала, что это ангел леса Ха-ха-ха-ха-ха Какая наивная Теперь надо ее уговорить Вывести на муж ее Ну а если не удалось уговорить Стеллу Та быстро сообразила что к нему И ушла А эта история назвалась Лесная ловушка Лесная ловушка Или по другому Приключения Стеллы В лесу Конец истории Следующая история называется Лесная история От Азии Однажды две феи сидели на дереве И разговаривали Привет Меня зовут Нура А тебя А меня Блум Привет нам познакомиться Взаимно Блум А как ты тут оказалась? Да Тут пряталась От страшного Серого волка А ты? А у меня та самая история Я с подружкой Поссорилась И залезла от скуки на дерево Здорово И как ты тут следать будешь? Не знаю Жду уже четыре дня Пока меня кто-нибудь вытащит Ого Четыре А ты какими судьбами? А я уже шесть Шесть дней жду Пока меня кто-нибудь вытащит Да, понятно Они хотели спуститься Но не знали как И тогда Нура Предложила Ну А давай сами спустимся А как? Ты где живёшь? Тут неподалёку А ты? Ооо А я в замке живу Ооо Ты принцесса? Да Меня мой папа ищет И сколько дней он тебе ищет? Аж целых восемь дней Ого А меня по дорожке тоже наверное ищет Ну Да Тот же лес такой Непроходимый Видишь Нура Да Я вижу плом Давай спускаться самим А как мы так делаем? Ну Не знаю Нура Да Отослышь это Пенье Какое? И тут они услышали пенье Ла 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 Я иду в лесу по кочкам и пою петельку Бизенку. А эта девочка хорошо поет. Откуда ты знаешь, что это девочка, Нура? Вижу я ее. Она вон там. Здорово, давай спускаться. Давай. Черт, я первая прыгаю. Не душ. Пока. Лун, ты в порядке? Да, не волнуйся за меня. Господи, мой мой. Ладно, выбора нет. Ой, это больно. И тогда Нура и Блум спустились с дерева. И девочка к ним подбежала и говорит. Вы в порядке? О, больно спускаться к дереву таким способом. Ага, и не говори. Как тебя зовут? Меня Блум, а тебя? Меня... Стэра... Стэла очень приятно. Стэла мне приятно. А я Нура. Нура. Нура, привет. О, Стэла, это ты. Здравствуй. А... Ты... Ты... Ой, Нура, у тебя нет ноги. Серьезно, а где моя нога? Нура, тебе помочь? А черт тебя ищет уже восемь дней. Хорошо, что не восемь лет. Пока, Блум. Пока, Нура. Нура и Блум попрощались, и каждая разошлись по своим домам. Конец истории. Ха-ха-ха-ха-ха. Однажды, темной-темной ночью, ведьма Айси ходила по лесу, и все думала план, как уничтожить. Фей из города Комарова. Так, какой же мне придумать план, как уничтожить фей из города Комарова? Так-так-так, может быть, наполчить на них ледяной орган? Нет. Сестренка, уже ночь. Пойдем спать? Да, пойдем. И две сестры решили пойти спать. Но вдруг одна из них упала, а на ней завалилась вторая. Айси, что это было, сестра, как ты думаешь? Я не знаю. Может быть, какой-нибудь магитерский портал? И вдруг первую сестру начала утягивать, утягивать, утягивать. Айси, меня куда-то уродят. Айси, я утянула. Айси, я утянула. Айси, я утянула. Кто это был? О, боже, мне сейчас еще страшней. И тогда Мелли решила побежать в замок и рассказать все. Надо рассказать родителям. Тем временем, младшая сестра, как она думала, старшая исчезла, ходила по дну пропасти лесной и думала, как ей выбраться. Айси, как мне выбраться, как мне выбраться, как мне выбраться, а что я хочу использовать мою магитерскую силу? Хорошо. Ариэль, мои драконы. Ну а тут ледяные цепи в лесной пропасти ее исковали. Ах, что происходит, я не могу двигаться. И тогда к ней подошла сама халяйка лесной пропасти. Так-так-так, кто тут у нас? Костю пожаловал. Ариэль, здравствуй, давно не виделись. О нет, это ты. Отпусти меня. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Милочка. Из лесной пропасти невозможно сбежать. Она как тонны льда. И никогда из нее не было выхода. Ха-ха-ха-ха. Так что тебе не сбежать. И тут ледяная хозяйка пропасти исчезла. А бедная Ариэль так осталась навсегда в этой пропасти. Конец или тварь. О-о-о.